сегодня мы думаем о римской империи а вы лезем на стену из ничего появляется что-то ностальгируем за рулем частенько дрались за то чтобы сыграть в эту игру и снимаем кино зрителя надо воспитывать как хорошо тишина никакой суеты день города и огромные столпотворения где-то там далеко лучше провести этот день в спокойствии умиротворений кто это там плывет кажется что найти тихое спокойное место в день города вообще не представляется возможным поэтому план на сегодня понять где же можно уединиться а сейчас проверим кто потревожил мой покой впервые в истории омска мечи устраивают массовый заплыв на саббордах по иртышу встречают день города на воде дистанция была небольшая от же до вокзала до пляжа на кемеровской плыть было легко потому что у нас веселая компания все другу помогали но я сегодня не упала ни разу хотя было желание попасть потому что у нас прям теплая вода и жаркое лето в этом году в городе омске просто можно нужно быть готовым потому что ты можешь упасть и все некоторые просто боятся я сама не падала но меня немножко столкнули новички так сказать хотя они меня предупреждали но я не успела сориентироваться но все бывает это было тоже весело вода у нас чудесная теплая так что было все здорово кто-то как настоящий профессионал готовился заранее и не собирался падать лицом воду а кто-то как снег на голову спонтанно решился на приключение мысль просто пришла в 12 ночи все написали организатор организатор сначала сказал говорит что нет в итоге горит лана бог с ним горит все нормально будет все друга вот позвал в деве без пол девятого утра приехал как бы так быстро спонтанно собрались утром встал сходил умылся думаю надо наряденным быть день города все таки вот решил что было то дел вот как бы так все что было на следующий год будет по другому люди конечно милые но попробуем найти еще одно тихое место парк победы тоже не оказался местом где можно уединиться реконструкторы решили выяснить отношения мы занимаемся реконструкция римской империи конца первого начала второго века нашей эры а это собственно реконструкция музыки тоже у нас новое направление мы занимаемся воспроизведением одежды оружие предметов быта той эпохи реконструируем бои для одних фестиваль возможность проверить себя на прочность и заодно выяснить действительно ли так часто мужчины думают о римской империи для других живой учебник истории меня все интересные истории я студент историк первого курса мгпу соответственно в реконструкции я уже третий год это униформа образца 69 года который использовали пограничники соответственно в отличие от других родов войск пограничники использовали более облегченный комплект это штык-нож это подсумок для магазинов к автомату калашникова форма 69 стекляшка погоны по роду войск и эмблемы общевойсковые и оружие автомат калашникова модифицированная холощенный нашествие серферов и гладиаторские бои мы пережили поэтому думаю бояться точно нечего и я отправляюсь центр города и здесь опять состязание сборная россии по силовому экстриму бросает вызов силачам из китая сейчас будет упражнение тяги машины то есть моторная часть впереди на специальной раме без 300 килограмм может быть 320 на человека мы даем китайцам шанс то есть можно было тянуть двоем мы решили тянуть по одному и последнее упражнение будет пробежка с этой каруселью там на руках будет назовем это гриф и ориентировочно 250 килограмм будет на руках ну что в тишине побыть так и не удалось но зато мы увидели несколько способов как отметить день рождения города а как его встретили вы пишите в комментариях синий зеленый оранжевый латиноамериканские контрасты вносят новую энергию жизни в повседневность сибири городе стартовал международный арт-фестиваль омск ты просто космос уличные художники из мексики сша и россии добавили красок многоэтажкам в микрорайоне модерн советском округе помогали граффитистом волонтеры художник фарид руэда создал образ медведя покрытого цветными перьями я попытался совместить две культуры русскую и мексиканскую как вы видите мурал создан видимо трешки также вы видите другие символы например луна которая также важна для нашей культуры и она также ассоциируется с темой космоса я не использую проектор мне это нравится это моя работа вызов состоит не в том чтобы рисовать такой большой рисунок а в том чтобы путешествовать на такие далекие расстояния потратить много часов испытать джетлаг языковой барьер поэтому главное не размер моего мурала а тот опыт который я получаю американский художник адам пайлот украсил стену дома изображением синицы работа символизирует единство человека и природы мне очень нравится архитектура города и люди каждый раз когда я возвращаюсь в штаты из россии всегда говорю какие здесь потрясающие люди я хотел выбрать для изображения что-то очень маленькое то что люди обычно не замечают не могу сказать что это было для меня решением заняться граффити когда я был ребенком я был таким сорванцом поэтому я очень рад что это занятие перешло в то чем я сегодня занимаюсь иван афанасьев выбрал надпись на кириллице век живи век учись сибирский колорит ему хорошо знаком художник жил в новокузнецке и новосибирске выбирал я фразу грубо говоря чисто математически ну то есть я искал 4 5 слов фразу с сильным смыслом как один мой хороший друг заметил что весь вся магия в том что вот она пустая стена ничего нет через несколько часов это уже некий магнит для притяжения глаз там все приходят фоткаются это уже некая достопримечательность но это это наверно то как из ничего появляется что-то очень хорошая идея потому что дома такие у нас серые скучные а теперь будет так ярко смотреться на предель который рядом он конечно вообще шикарный такой яркий есть другие которые там где-то птицы еще нарисована она такая она прям подходит сюда она цветы в цветовой гамме такой хороший а это работа дмитрия ломонова пиксели каллиграфические узоры детали изображения будут отсылать зрителей к птичьей гавани в микрорайоне модерн будет создано 50 муралов из них 33 украсят высотные дома всего в омске появится 100 масштабных рисунков подписывайтесь на наш канал я прохожу каждый год без флоры это просто ну не жизнь выставка посвящена семье мне тепло на душе красота это семья это дети и все остальное вокруг нас окружающие красота спасет мир это очень красиво цветы у нас альбом постоянно был заполнен вот этими фотографиями 10 на 15 что именно в августе я где-нибудь стояла с экспонатом с флоры эмоции здесь на уровне сердца флора очень мне близко потому что это мое родное место здесь прошло мое детство поэтому вот на эту выставку хожу каждый год красота это сама жизнь и и состояние любви не многим удалось передать вот тот глубокий социальный человеческий образ сибирского крестьянина рассказывать о сибирском крестьянстве писатель михаил шангин начал в зрелом возрасте проза жизни долго вмешивалась в желание заняться литературой серьезно работал занимался хозяйством воспитывал детей и внуков мы вот недавно вспоминали жили в деревне света не было вот залезем на печку лампу поставим он нам все время я брату говорю помнишь как читал нам отец гоголя майская ночи ли утопленица дед держал пасеку мы ездили к нему на пасеку мы ездили он нам находил ягодные места мы собирали ягоды грибы мы гуляли по набережной вдоль иртыша когда он переехал жить в омск в 50 лет бухгалтер из изелькуля решился отдать рукопись в печать так в стране стали зачитываться повестью с неба звездочка упала и михаил шангин поверил в себя стал вести летопись малой родины роман ни креста ни камня удостоился престижной шолоховской премии установку памятника писателю инициировал президент фонда духовное наследие первый губернатор ромской области леонид полежаев по его заказу монумент изготовил скульптор виктор костенко работали около полугода выбирали место вносили правки в процессе лепки и общались с теми кто знал писателя лично хотелось передать его значимость общественная поскольку это человек я не знаю писатель еще называют вас селинами душ и так далее мне вот хотелось показать его проникновенный взгляд прежде всего вот его руки потому что у него руки тружеников на самом и вот через руки я передавал вот этот ухват книги которая является действительно шедевром я читал я через книгу в общем-то входил в его образ на самом деле я думаю что у михаил степанович был большой замысел создание такого большого многотомного полотна вот о освоении сибири я той культуре а той мотивации вот от тех чертах характера которые они сюда принесли все в сибири могли оставаться только те люди которые были способны вот создавать способную вжиться на эту землю способны найти соприкосновение контакт с коренными народами и в этой такой человеческой общности и рождался общий образ сибиряка те кто знал михаила шенгина отмечают что певец сибирского крестьянства никогда не давал прямых оценок тому что пережили герои его произведений зато умел фиксировать прошлое так чтобы читатели делали свои выводы и извлекали уроки одним словом помнили любое решение влечет последствия а выбор есть и он всегда за тобой какие воспоминания хранят места нашего детства как запахи цвета и звуки создают его образ что окружало нас в юности и как это повлияло на наши интересы предпочтения и желания задуматься об этом предлагают в омском историко-краеведческом музее предметы быта и игрушки последних 50 лет 70-е 80-е 90-е среди марок значков конструкторов и настольных игр живет ностальгия позволяющая переоценить прошлое и рассмотреть в этих вещах культурные приметы времени это игра моих детей игра за рулем была подарена старшему ребенку потом младшему перешла но и в своем детстве я ее тоже помню и технология никак не изменилась чуть-чуть стали ярче краски а весь принцип работы да я тоже помню из своего детства нам дарил папа эту игру трое детей росли в семье и вот мы частенько дрались за то чтобы получить возможность сыграть в эту игру то есть не нажимаешь на педаль до газа ты понимаешь весь принцип работы у тебя управление рулем ты можешь менять скорость автомобиля модели самолетов ракет речных катеров буквари на подставке книга раскраска пластилин и журнал мурзилка уголок школьника семидесятые восьмидесятые годы фильмоскоп для просмотра диафильмов дефицитная вещь который мог позволить не каждый в советском союзе им активно пользовались в детских садах и школах девяностые новые символы эпохи игровая приставка дэнди карманная игра ну погоди кассетный магнитофон сатурн дух времени хранят и печатные издания но это достаточно можно сказать на сегодняшний день редкий журнал это журнал трамвай вот первый выпуск как раз его произошел свершился в девяностом году он разрабатывался получается как некое такое издание ориентированное прежде всего на детей но для чтения получается вместе с родителями то есть здесь у нас представлены различные игры головоломки ребусы журнал рассчитан на такой младший школьный возраст где-то до 12 лет он скажем открылся уже получается на стыке двух как бы эпох да то есть это уже идет политика гласности и слом вот этого старого режима когда был тотальный контроль над всем что печатается да то есть здесь была некая такая свобода слова по сути это журнал такого авангарда тем кто хочет точно попасть в эпоху музейщики предлагают сыграть в морской бой каждый следующий гость сможет вскрыть конверт с истории ходов и продолжить игру курды это воинственный народ это такие люди как фейерверки очень любим танцевать очень любим петь очень творческие люди курды музей россия моя история мечей знакомят с традициями курдов организатор выставки предприниматель мусам ахсоев в омск переехал из казахстана планировал стать тренером по боксу однако в итоге жизнь связал с предпринимательством сегодня мусам ахсоев руководит курдской национальной автономии омска и охотно делится традициями своего народа мы родились казахстане еще сср получается 36 году была репрессия не репрессия можно репрессия курдского народа многих народов советского союза тогда переселили курдов это как и других народов казахстан на юг казахстана на север казахстана вот а тут там появились курды большинство курдов проживает в турции сирии и иране разговаривают на четырех диалектах курман джи сурани гарани и зазаки российские курды общаются на курман джи курды казахстана курды омска является составляющей частью национальных государств этих двух стран в том числе можно подчеркнуть что сегодня права и курдов казахстана и курдов россии защищены как на государственном унию так и на правовом уровне национальный костюм мужчина состоит из стархани рубашки заправляемой брюки шаровар и пштыни длинного пояса который накручивают против часовой стрелки женщины носят брюки овал крас цветные платья в пол и джер крас нарядную рубашку цвета отсылка к павлину символу езидизма одной из религий курдов популярен среди курдов танец гаван люди берутся за руки образуя хоровод двигаются одновременно и синхронно необычные свадебные традиции чтобы показать женскую силу невеста разбивает ногой тарелку жениха ударяют подушкой считается что на ней молодожены будут спать сладко все мы знаем про то что ева съела яблоко да как запретный плод и вот у курдов на свадьбе в невесту кидают яблоки раньше кидали яблоки с крыши да сейчас это конечно какие-то конфетки какие-то сладости легкие но вот раньше как наказание за то что был съеден плод делали вот так если вы хотите погрузиться в русскую культуру посетите музей россия моя история мультимедийная выставка открыта до 16 августа подписывайтесь на наш канал без крысы бисектрисы урок математики режиссер кино александр кузовков не представляет первую сцену картины о мальчике что умеет мечтать снимает в атмосфере скучного школьного урока неспроста за жажду фантазии плохую учебу директор советует бабки отвести парня подлечиться рабочее название фильма о мальчике который пытается приспособиться к миру в котором он чувствует себя не таким как все санаторий на начальном этапе съемок предполагается что фильм будет для подростков и семейного просмотра я вообще против того когда люди говорят что есть запрос это неправда вообще никого не интересует какой заброс зрителя надо воспитывать и здорово когда ему какие-то правильные ценности будут внушать например семейные ценности как и прошлая работа команды телеканала продвижения под названием новая мама этот фильм основан на рассказах рончина в этот раз одним произведением режиссер и автор сценария не ограничивается канву своей истории вплетает отсылки к нескольким рассказам современного автора и расширяет корнометраж пробует полный метр есть какая-то это потребность высказывание что-то делать что-то снимать что создавать вот такое как у женщины есть возможность рожать а вот мужчин должно быть что-то создать строить творить там такая снимать большое кино в омске реально кроме того полезно у местных театральных актеров появляется возможность расширить компетенции и сыграть не для зрителя на двадцать пятом ряду а для камеры в паре сантиметров вот мне режиссер кстати шепнул перед съемкой что вы пожалуйста только играйте не как в театре вы пожалуйста будьте ну как настоящий человек я говорю ну конечно пригласили самого того кого надо вам вот поэтому ну посмотрим не очень сильно страшно удивительно когда не сам гримируешься а тебя гримируют это приятно вот долго бы это не кончалось совместить график артистов и гримера нужно продюсеру а еще собрать класс массовки найти школу что будет готова стать жертвой для киношников не забыть накормить героя дня крысу и да устроить переезд съемочной группы далеко за город все ради воплощения сценария в жизнь раз наверное десять я сегодня ответила на вопрос почему мы не выбрали школу в городе поближе к нам приехали сюда у нас время действия фильма это девяностые годы и в этой школе к счастью или к сожалению но до сих пор остались деревянные окна какие-то вот элементы интерьера того времени вот например вот эти вот кубики и мне кажется очень такие ностальгически романтичные до осени команда планирует снять три эпизода фильма на человеческом это примерно 10 12 минут экранного времени нужно ли спасать ребенка из мира где ему говорят что он другой что он чужой узнаем страшные сказки для взрослых страшный иногда смешной но очень полезной всем привет я алина и сегодняшнюю афишу начнем с прогноза в субботу омск накроет шторм 5 природных стихий испытают гости омского шторм феста полет на зип-лайне заплыв на сапах любителям эмоций погорячее массаж огнем на вопрос почему не спишь в этот вечер можно смело отвечать что подпеваешь артистам группы 25 17 хедлайнер фестиваля быстрее выше сильнее в этот вечер будут и музыканты омского симфонического оркестра программу симфоспорт представить в концертном зале филармонии маэстро васильев станет тренером на сцене появится стол для пинг-понга а звезды омского спорта возьмут в руки музыкальные инструменты если же спорт не ваш конек закатите скандал можете не один в этом деле преуспел король писателей как он сам себя окрестил антон сорокин об этом и не только узнаете на лекции 33 скандала колчаку писатели белой столицы перерыв от физической нагрузки будет недолгим воскресенье вооружаемся скандинавские палками и шагаем навстречу долголетию встречаемся на зеленом острове в 12 00 ну что проголодались вася накормит в омск едет шеф василий емельяненко кулинарное шоу и дегустация блюд пройдут в парке вокруг света так что после скандинавской ходьбы даже геолокацию менять не придется а вот лайки поставить не поленитесь да да с вас подпиской комментарий и пусть всегда вашей жизни будет свободное время